Посмотрите, сейчас над нами, как удачно, плывет красивый орликовый скат. Такие скаты могут выпрыгивать из воды, при этом издавать плавающие звуки. Новые открытия на каждом шагу. Красивейшие рыбы встречаются в широтах Мирового океана и в экспозиции Крокус Сити Океанариума. Школьники не успевают фотографировать. Вот уникальный осьминог. Увидеть его в дикой природе невозможно. А тут они как будто специально позируют на камеру. Кровь у этих красавцев голубого цвета. Дети удивлены. Мне здесь все очень понравилось. Я вообще не ожидала. Тут очень здорово, классный океанариум. Большое разнообразие рыб. Очень интересно их изучать. Необычные уроки биологии, географии и даже экологии для тех, кто любит природу. Это новый формат, который предлагают школьникам Москвы и Подмосковья, а также гостям со всех регионов страны. Специалисты Крокус Сити Океанариума готовы взять за основу любую программу из школьного учебника. На нашей экспозиции можно увидеть все экосистемы. Не просто рыбы в аквариумах, а действительно экосистемы. И рыбы, и животных. Мы старались располагать их так, чтобы это было биологически верно, научно верно. В лектории с шестиклассниками обсуждают гипотезы зарождения жизни. От теории сразу к практике. Увидеть первые живые организмы, которые появились на планете около миллиарда лет назад. А также рассмотреть первых насекомых в земле и даже их потрогать. В Крокус Сити Океанариуме есть пальмы времен мезозойской эры. Цикасы. Они росли в Африке 200 миллионов лет назад. Такие экспонаты действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о них на обычном школьном уроке. Дети, как правило, в восторге, потому что этот урок кардинально отличается от того, что они видят в школе. И уходят с хорошим настроением и приятным положительным зарядом. Эмоции детей бесценны. Да и знания явно останутся в памяти надолго. Нерпы необыкновенные. Они могут весить 30-40 килограммов, а могут и 2,5 тонны. А вот пингвины 10 месяцев из 12 живут в Антарктиде. А еще у них никогда не мерзнут ноги. Борду обезьян есть и у женских особей. И у мужских дети снова удивлены. Больше всего мне понравилось смотреть на обезьянок. Они очень милые, бегали классно по веткам и подходили к стеклу, вставали на задние лапки. Очень бесстрашные звери. Я сделала очень много снимков, что даже памяти на телефоне не хватило. Много рыб разных видов. Нам все интересно рассказывают. Хорошие экскурсоводы. Крокусити океанариум. Это около пяти тысяч рыб и животных со всех уголков планеты. И это не считая растений. Сколько уроков здесь можно провести, сказать трудно. Ясно одно. Интересно будет всем. И взрослым, и детям. Естественные науки, конечно, нужно изучать не в классе, а вот соприкасаться с природой, общаться с ней, с животными. Не в последний раз здесь. Обязательно привезу еще другие классы. Крокусити океанариум работает для вас ежедневно с 10 до 22 часов на 66-м километре МКАД, станция метро Микинина. Заказать необычный школьный урок можно по телефону плюс семь четыреста девяносто пять семьсот двадцать семь двадцать два одиннадцать и на официальном сайте. Крокусити океанариум. Все лучшее для знаний. Продолжение следует...